здравствуйте друзья вопрос здравствуйте михаил огромное спасибо за ваше видео вы делаете хорошее дело не только обучаете профессии но и вода уж воодушевляете на смелые поступки а нам советским людям в кавычках советским людям этого очень не хватает мне 52 года через три года на пенсию так а пенсии в россии как известно весьма скромны в настоящий момент я работаю руководителем небольшого бетонного завода фига себе ok бетонного завода и друзья нас смотрят руководители больших бетонных заводов к сожалению из-за конъюнктуры местного рынка и кризиса экономики россии в целом нет никакой уверенности в завтрашнем дне хотелось бы соломки подстелить посмотрев ваше видео я перешел из состояния надвигающейся депрессии к активным действиям понял что не все так плохо не 52 года то чё же скажите пожалуйста если есть ли шанс изучив английский язык на должном уровне и окончив вашу школу найти работу тестировщиком онлайн переезд в другую страну не рассматриваю по ряду причин был бы очень рад если вы ответите на мой вопрос на вашем канале ответим значит первое что я могу сказать что у всяких правил есть своя область применения то есть вот вроде сможешь хорошее правило работает в определенных ситуациях в другую ситуацию пойдешь значит может не очень работать а может и вовсе не работать а можете угробить тебя нафиг тоже все бывает знаете то есть надо всякие правила в правильном месте применять соответствующим почему я это говорю к тому что работа удаленная тем более из другой страны вот это не в том дело что 52 года человеку а дело в том что даже когда тебе 22 года но если ты хочешь вот так найти работу и ты говоришь а вот какой-то курс мне поможет или не поможет там и так далее я-то ведь других условиях работают знаете я-то работаю на местный рынок вот вот тут вот вот мы едем здесь вот здесь работают ну да у нас есть еще рынок по всей стране и у нас есть онлайн и выкладываю народ обучают вот и рынок по всей стране нам с ним очень легко работать потому что он такой как вот тут был лет 15-20 назад вот по требованиям по уровню ожиданий там и так далее рынок по всей стране нам очень хорошо знаком потому что мы здесь уже 24 год вот так но если мы говорим про рынок удаленные работы то это абсолютно не наш рынок я с удивлением замечаю что есть люди которые находят у нас вот было видео с парнем из одессы который он не учился у нас в классе это вообще очень дорого когда вы живете где-то там в тех краях да россия украина там узбекистан я не знаю тысячи долларов за класс как бы даже смысла нет вы вы год будете окупаться там когда работа найдете ну не год но все равно этот это дорого очень и если у нас учатся люди которые живут где-то за пределами скажем северной америки и европы у нас есть народ из европы немножко в онлайн классе то в основном это люди которые собираются скоро приехать и работать в соединенных штатах то есть они уже как бы больше в ценовых диапазонах так сказать западного рынка находятся так далее и вот у нас был паренек из одессы он по моему наш курс вот тот что на русском языке висит он его прошел может быть книжек еще почитал я не помню деталей но он он инвалид и такой колясочник вот и он нашел работу там на кипре где-то вот была какая-то российская компания на кипре искали на вот он нашел работу то есть понимаете сказать что это вообще невозможно я не могу но сказать что это вот так же как просто работу искать я тоже не могу но у меня с одной стороны опыта такого нет с другой стороны я понимаю что это рынок очень небольшой по масштабам своим и кроме того на этом рынке очень много людей которые наверное имеют более высокую квалификацию и и согласны были бы там работать за те же деньги понимаете потому что жить там там где дешево зарабатывать там где много платят это это сказочная ситуация и у вас будет много конкурентов это непростой процесс когда вы приходите и скажем так наш студент приходит в портнов компьютер school американский студент он помимо того что он может чему-то научиться вот еще кое-что к этому получает то есть например для того чтобы научиться вы можете если вы такой человек самостоятельный там директор завод там привык сам на себя брать там и тащить тогда вы можете в ютубах там смотреть видео вы можете читать книжки вы можете за 10 долларов там где-нибудь взять курс там на юдами можете взять три курса по 10 долларов на юдами вас будет потратить аж 30 долларов и так далее то есть какое-то знание она она в общем то и денег не стоит вот можете наш курс на русском языке слушать бесплатно висит а почему люди платят больше денег и вообще платят какие-то деньги потому что их нужно организовать в каком-то процессе так это это для этого нужно кто-то извне кроме того там идет процесс поиска работы и насколько бы вы классов не брали там и где бы вы их не брали это не приблизит вас к пониманию того как ищется работа и это как бы такая фишечка нашего курса и нашей школы и проекты которые мы делаем они потом в резюме идут и референсы и в общем целая такая махина которая делает ваше резюме привлекательным когда вы пойдете на рынок найти она вас как бы подстраховывает но если вы не собираетесь искать работу на этом рынке такая какой же смысл понимаете то есть та ценность которая в нашем курсе есть смысле вот ударные такой силы по поиску работы вы вы этого не получите поэтому возвращаясь к вопросу конечно неплохо учить английский так поле при любых обстоятельствах при том что 52 года это возраст совершенно не запредельный не для английского не для технических дисциплин там вот василыч таких как тестирование так точно и вы можете подучить язык вы можете получить предмет особенно хорошо когда вы будете изучать язык на примере вот этого предмета тоже учить английский вообще можно всю жизнь так ничего не узнать особо а вот учить английский например на примере тестирования это совершенно другой разговор вы читаете специфическую литературу вы набираетесь вот этой терминологии и в этой узкой нише английского вот привязанного вот к этой к этому виду деятельности вы можете за короткий срок достаточно короткий срок достичь определенного уровня как бы гибкости что ли а или такой ну самодостаточности эффективности которая позволит вам там сочинять там тест кейсы на английском писать баг репорты на английском может быть конечно на слух тоже не неплохо бы понимать потому что бывают митинги разговоры там скайпе там каком-нибудь на другом инструменте где люди разговаривают тоже вот но это гораздо проще делать на примере предметной области вот это все очень реально разобраться в тестировании вы легко разберетесь все это вместе наверно тоже никакая не проблема особая более того там где вы живете я не знаю не было сказано может быть тоже есть такая работа может быть вы можете удаленно поучаствовать каких-то проектах там или за бесплатно или за пятерку или там за десятку на каких-нибудь фрилансовских сайтах в open source и так далее то есть это это все абсолютно как бы реально достижимо и не требует каких-то сверх усилий но дальше начинается вот эта часть по поиску удаленные работы в сша или в канаде или в великобритании или в германии не знаю там швеции сейчас работа такая по всему миру есть но насчет удаленности вот тут начинается проблема поэтому если вы готовы к тому что это не может занять существенное время и к тому что вот облом за обломом облом за обломом облом за обломом и и так далее но но тем не менее значит но шанс не нулевой он знаете я вам что расскажу я учился когда вы истете связи москве у нас тогда вьетнамцев много было и вот у меня был приятели вызвали чин ван шон этот чин ван шон хорош такой парень был симпатичный улыбчивый и вот он ну изучал русский язык так он еще не был достаточно свободно владеющим русским языком и он так иногда смешные такие обороты у него были там его ну там спрашивают суде а вот во вьетнаме вот это есть а там а вот это есть а вот это есть и он когда хотел сказать что есть но как бы редко встречается он говорил есть но не бывает вот такая у него была интересная фраза есть но не бывает вот тоже самое мне хочется как бы его словами там а вот можно вот так как это есть но не бывает то есть вероятность невысокая и не так просто это все и так далее но есть есть конечно есть вот тут я уж ничего не могу сказать насчет иммиграции может быть оно и хорошо что вы так не стремитесь потому что этот это не простой процесс может быть гораздо более сложный чем найти работу удаленную потому что все таки над надо решить очень много вопросов тем боги то что вас зовут в иммиграцию думать не поеду это же это же обратный совершенно процесс и он очень сложный поэтому я думаю что решать это все без иммиграции проще чем чем с иммиграции так что такой вот разговор давайте мы пожелаем как бы успехов и тому человеку который вопрос задает и тем кто может быть и помоложе я про постарше не уверен но тем но задается примерно таким же вопросом примерно таким же вопросом вообще если вы собираетесь учиться где-то онлайн имейте ввиду что это это очень такой процесс требующий организованности и не так много людей в состоянии вообще онлайн учиться потому что надо иметь какую-то дисциплину надо ну вот как-то организационно да вот столько-то часов каждый день не отвлекаясь и так далее это это довольно сложно то есть когда ты в класс ты уже пришел в класс там вокруг тебя люди среда тебя организует а в случае когда ты сам учишься то ты уже там не не половину должен выучить сама 95 процентов должен выучить сам нет не в классе вот не в ней не в этой комнате вот и тогда получается что сложно давайте есть люди которые не могут я например не уверен что я могу учиться онлайн мне не приходилось особо ну так по мелочи там какие-то тесты и там я чё-то ерунда а так что посерьезно мучиться вонлайн я не уверен что я могу может и могу мне не знаю поэтому когда вот товарищ спрашивает что могу ли я и насколько это реально но он все-таки начальник какой-то там на предприятии поэтому я думаю наверное начальник должен быть состоянии то есть все таки у него должны быть такие качества без которых начальником не станешь поэтому за него я как бы не беспокоюсь вот а так конечно все все неоднозначно так все требует каких-то вот специальных рамок в которых правило работает или не работает можно ли да вот в этих рамках можно вопрос ты в этих рамках или ты в других рамках вот эта область применения да то есть когда мы говорим о чем-то и вы слушаете вы спросите себя а я нахожусь вот в той области применения в контексте которой идет сейчас разговор давайте начали начи мы можем как бы совсем себе навредить знаете так если если не из контекста куда-то забрать то может смысл поменяться на противоположный счастливо а